Ну давайте вернемся к мусорной голодовке Березюка. Наш корреспондент Александр Васильченко сейчас находится возле администрации президента на ступенях, которые, собственно, и протестует народный депутат. Саша, здравствуй. Ты общался с Березюком. Что он тебе рассказал? Добрый вечер, Наталья. Анардеп Олег Березюк сегодня целый день находится на территории администрации президента. Голодовку, напомню, он объявил сегодня на согласительном совете Верховной Рады. После этого отправился на банковую. Уточню, что именно сегодня президент и часть его аппарата улетели в Соединенные Штаты. С собой у Березюка нет еды, только вода. Позже, после согласительного совета, к Нардепу присоединились его коллеги по фракции. Сюда они пришли практически всем составом. Но сейчас их не больше десяти. Некоторые приходят, некоторые уходят. Нардеп заявил, будет находиться возле администрации президента, пока власть не выполнит его требования. Совпадением то, что президент Петр Порошенко полетел с рабочим визитом в Соединенные Штаты и начало своей голодовки не считает. Как сообщил из АП, в течение дня к нему никто не выходил. Единственный, кто общался с Березюком, комендант администрации. Он поинтересовался, где Нардеп планирует ночевать. Ну, з чиновников, никто не выходил. Комендант, вот, щойно был годину тому, запитал, как я буду ночевать. Дуже милая, хорошая людина. Я ему показал место, где я буду ночевать. Все гаразд. Где вы будете ночевать? Тут, на сходах, буду ночевать на сходах администрации президента. Як что через месяц вас не хочет? Это не реально месяц, потому что вы знаете, сколько человек может витримать без їжи. Вы полностью не будете ехать? И я пью воду. До конца голодовки Березюк планирует быть под АП. На заседании парламента временно ходить не будет. Мы продолжаем следить за развитием событий. Будем сообщать о новых подробностях. Наталья. Спасибо, Саша. Александр Васильченко об голодовке Нардепа Березюка под администрацией президента.